Христианам нельзя пьяным напиваться, христианам нельзя прыгать и скакать на дискотеках, христианам то не делают, а это не делают. И вот у молодых людей часто такие шатания начинаются. Мы с святым вивлеемским младенцем молимся о том, чтобы наши дети сохранялись в верности Христу. Тут вот среди младенцев один стоит в длинной рубашечке, в общем, по замыслу здесь должно было быть, и мы скоро это выполним, вынута частичка, у нас хранится с вами здесь в храме частица мощей вивлеемского младенца. И мы надеемся, что мы вставим это в икону специально, чтобы здесь была частица мощей. Ну и завершая по основному храму с вами экскурсию, прежде чем перейдем в предел, мы с вами видим вот такую необычную работу, образ Николая Чудотворца, вот, он весь сделан бисером, и нам начинает казаться, что вот там монахини в ночи при свече свечей из бисера там выкладывают икону. Трудно представить, что на самом деле эту икону сделал мужчина, бывший, покаявшийся, разбойник. Это в наши дни, в 90-е годы, он был, так сказать, в нелучших рядах, потом уж каким образом Господь коснулся его, так сказать, сердца, и человек понял, что он занят не тем. И он ушел, ушел из криминальной среды, притом меня Господь свел с ним, и мы дружили, так сказать, были долгое время рядом с ним, находились в одном из храмов, где он скрывался от криминала, потому что, как он сам говорил, криминал не отпускает живым. И говорит, я ждал, что меня должны пристрелить. И он говорит, я встретился со своим убийцей. И он сказал, я понял, что ты на самом деле ушел. И вот после всех этих разбойничьих похождений, человек принес покаяние и стал дома делать вот такие вот иконы, бисерные иконы. Трудно представить, что это не тоненькие пальчики монахини, это огромные кулачища где-то с мою голову, сам он ростом намного выше меня, ему там, наверное, чуть выше плеча. То есть человек огромной силы, и вот этот огромный кулак служит теперь миру и добру. И вот он выкладывает такие иконы. Его иконы находятся в храме Христа Спасителя в Москве. Его иконы, его работ, имеется в виду иконы, его работ находятся на Амфоне в ряде монастырей и в других святых местах. И в том числе по старой дружбе, будем говорить, он и нашему храму подарил икону Николая Чудотворца, выложенную, так сказать, своими руками. Ну, как его супруга рассказывает, что раньше под ногами катались патроны в 90-е годы, в эти страшные годы, а сейчас под ногами хрустит бисер, но это звучит гораздо более мирно, нежели когда катаются патроны. Вот такая у нас с вами икона необычного раскаивающегося разбойника. То мы с вами видим кающийся разбойник вон там, слева на дверях изображен. Это тот, который был справа распят от Христа. Тот, который слева стал поносить Иисуса Христа, да, и говорит о том, что вот сойди сам с Христа и нас, так сказать, сними. Вот, а правый что сказал? Вот, помяни меня, егда приидишься во царствие свое. Вот, то есть он уверовал, уверовал. Вот, и с тех пор мы с вами помним, что праведный разбойник, тот, который был распят справа. Кстати, кто был первым насильником рая Царства Небесного? Разбойник. Он первым вошел после Христа. Что ему Христос сказал? Сегодня же со мною будешь в раи. Итак, первым насильником рая стал покаявшийся разбойник. Поэтому покаяние никогда нам не мешает. Всегда нужно его приносить. Когда спохватываемся мы с вами, обязательно надо каяться. Вот, итак, разбойник, который был распят справа. И вот, и вот разбойник наших дней, который ушел от этой жуткой профессии. И стал он прекрасный каменщик. До сих пор работает каменщиком в одном из храмов. Вот, потому что его огромные силы требуют применения. Вот, и он кладет эти блоки, огромные блоки, которые люди обычно там, строители поднимают втроем, вчетвером. Он в одиночку поднимает и кладет эти каменные блоки. Вот, но теперь его сила созидающая, а не разрушающая. Субтитры создавал DimaTorzok